На первой полосе «Рабочей правды» рыболов Андрей Якимов, поймавших трофейных окуней на 600 грамм. Продолжение темы на 23-й, где Николай Жильцов расскажет, как поймать корыто карасей и как закоптить рипуса. Последние данные о заболевших коронавирусом. Отсрочка призывной кампании, реконструкция улиц города на новостной странице. Как идет работа над повышением производственного иммунитета? В третьем термооделие трубопрокатного цеха номер один рассказывает Василий Кош на странице номер пять. История Екатерины Батницкой, помощницы трех директоров завода и Олега Кирюшкина, вдохновителя команды заводских волонтеров. Читайте на странице шесть. Родитель для всего электрооборудования. Так называет себя электромонтер Виталий Татаринцев. Страница номер семь. Оседлали верблюда, встретили Буду и вернулись новыми людьми. Туристический клуб «Малахит» побывал на горе Качканар. Страница номер восемь. Сначала Владимир Михмель был в шоке от своей работы, но потом понял, его призвание – металлургия. Читайте об этом на странице десять. Почему огурцы боятся сквозняков? Как зола защитит от корневой гнели? И зачем томаты ставить ближе к форточке? Советы агронома на странице номер девятнадцать. Из дневника первокурсницы театральной школы «Табакерка» Эвелины Мазуриной. Нет замечаний, значит ты неинтересен. Как учит студентов актерскому мастерству Владимир Машков, читайте на странице номер двадцать. Новые задания для юных читателей от «Божьей коровки Ксю» разгадывайте на странице двадцать один. Чем Юрий Гагарин удивил полевчан? Какие песни пел Евгений Радыгин с «Мраморцами» и сколько лет пролежал кирпич от взорванной церкви? Листаем старые газеты на странице двадцать четыре. Телепрограмма, поздравления объявления, кроссворд – все самое интересное читайте в «Рабочей правде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова